Добрый день! Сегодня мы обрабатываем фотографии с моей фотосъемки. Вот такие замечательные девочек-сестричек я фотографировала и в дальнейшем обрабатывала. В камере RAW открываем фотографию, выстраиваем профиль камеры, камера стандарт, ставим галочку на исправление линзы и идем в базовые настройки. Осветляем тени, приглушаем цвета. Я, как обычно, усредняю фотографию в камере RAW, чтобы затем в фотошопе я могла цвета и оттенки настроить по своему усмотрению. И открываем в программе. Продублируем слои. Сделаем ретушь небольшую. Девочки у нас вдалеке, и все-таки этой детке большой ретушь не потребуется. Размытие по гауссу. Примерно 7 радиус выставляем. Режим затемнения. 50% непрозрачность на этом слое. Дублируем его. И режим наложения осветления. Я собрала все в группу. Поставлю масочку на нее. И сделаю заливку этой маски черным цветом. Тем самым я спрячу действие размытого фильтра. Фильтр размытия по гауссу. Выберу белую кисточку. И только по коже, мягкую кисть, друзья, и только по коже я проявлю эти слои. Теперь мы сделаем наше изображение контрастным в цветах. Идем в каналы. Выбираем синий. Стоя на синим зажимаем кунтуру. И кликаем один раз по иконке канала. Идем в изображение. Скопировать. Включаем все наши слои. Переходим в слои. И создаем новый слой. И вставляем. Переводим режим наложения. Мягкий свет. И вот посмотрите, мы добавили с вами контраста в цветах. Теперь мы в цветах добавим резкости. Тем же самым путем копируем цвета из синего канала. Заходим также в синий канал. Зажимаем контрол. И кликаем по иконке канала. Переходим сюда. И тем же самым образом ставим. Режим наложения линейный свет меняем. И заходим в фильтры. Другие хикпасы. Фильтры. Подбираем радиус. Вы знаете, что у нас контраст и, вернее, резкость. И вообще самые большие потери. Это в самых темных и самых светлых участках. Вот мы сейчас в цветах вернули резкость. И добавили контраста нашему изображению. Также я на слой с резкостью надела черную мазку. Тем самым спрятала действие с резкостью. И проявила только на коже. Сейчас я хочу сделать кожу, личики, ручки девочек поярче и потеплее. Делаю это с помощью Color Balance. Цветового баланса. Также данный корректирующий слой я проявляю. Спрятала за черную мазку и проявляю только на коже. Открываем личики. Мне показались недостаточными яркие такие личики. Я еще открыла корректирующий слой фотофильтр и добавила оранжевого оттенка в личики девочек. Также закрою черным, черной маской и белой кисточкой проявляю оранжевый цвет. Сейчас мы кривыми с помощью корректирующего слоя кривые поднимем осветляющую кривую вверх, закроем черной маской, черным цветом маску кривых и осветлим глазки. Они под шапочкой. Стень у нас упала под шапочками глаза. И вот мы сейчас немножко их проявим. еще корректирующий слой цветовой тон насыщенность добавим насыщенности в наше изображение. Еще один корректирующий слой цветовой баланс и сейчас мы сделаем румяные щечки и яркие губки. Также белой кисточкой проявляем где нам это нужно. Помним, да? Что белым проявляем действие слоя, черным возвращаем назад. Откроем текстуру, добавляем эффекты с помощью текстуры. я использовала вот такую в режиме наложения скрин, экран, располагая как мне нужно. Лишние помазки. Вот сейчас смотрите, именно черной маской, ой, черным цветом помазки, что мне не нужно, стираем. Еще одна текстура с одуванчиками. Также в режиме экран я ее ложу. Еще раз продублировала, чтобы она у меня сохранилась в том виде, как было. А данный слой уменьшаю. Смарт-объект превратила я его. И сейчас я сделаю эффект летящих одуванчиков с помощью фильтра размытия в движении. дублирую и уменьшаю, увеличиваю слои и размещаю светящими одуванчиками так, как мне нужно. Откроем корректирующий слой цвет. Выберем голубой цвет. Я хочу сделать голубеньким немного приголубить небо в просвете между деревьями. Выбрали голубой цвет, залили маску черным цветом, белой кисточкой. Проявим его немного. Непрозрачность убавим. Следующий корректирующий слой градиент коричневый снизу мягкий свет режим наложения это мы снизу притемняем картинку. Как в общем-то у нас и должно быть свет падает. Сверху снизу картинка фотография потемнее. Ведем изображение дубликата. Сейчас будем с вами работать в лап режиме. Ставим галочку, чтобы у нас один слой вышел. Переводим в режим лап. Работаем с кривыми. кривые. Сначала с яркостной кривой немного осветляем. Кривая А у нас зеленая и красная добавляет, В синяя и желтая. Я сначала делаю сильно, а потом уже в зависимости смотрю на фотографию корректирую эти кривые. Видите, да, картинка у нас стала ярче, насыщеннее. Видно, да? Но сейчас я по маске хочу проявить эту яркость, насыщенность не везде, а только вот по центру изображения. композитный слой сделала, Ctrl-A выделила все изображение, идем изображение копировать, переходим в наш документ и вставляем нашу картинку измененную угла прижима. Такие изменения у нас получились. Возвращаемся опять на наш дубликат слоя и заходим в тонирование HDR. еще ярче мы сделали картинку, также Ctrl-A ее выделяем и вставляем, ставим в наше изображение, закрываем черной маской и теперь я вот это вот все яркость, это насыщенность точечно проявлю в нашей работе. Смотрим изменения, какие у нас произошли еще с картинкой. Делаем новый слой, режим наложения экран, выбираем бежевый такой светленький свет и я ставлю точечку посерединке и за деревьями. Это мы сделаем как бы имитацию такой типа воздушной перспективы наподобие весеннего летнего воздуха оранжевенького желтого. Мы берем с девочек, я уменьшила непрозрачность, где он нам не нужен, немного его прибираем и вот посмотрите у нас получилась как бы такая дымка. Произведем коррекцию кривыми, посмотрим, что у нас тут выпадают какие каналы, какие цвета, только в красном пришлось поправить, остальные все цвета у нас судя по гистограмме кривых в порядке. Делаем композитный слой и теперь мы сделаем, добавим мягкости фотографию с помощью стороннего плагина ColorEffects Pro здесь мы применим данный пресет он добавляет мягкость и свечение в изображении плагина вот у нас видите как цвета еще больше заиграли засияли данный плагин я уберу действие этого плагина с девочек непрозрачность избавлю еще раз идем в данный плагин сейчас мы сделаем бинетку мимитирование мне нравится как в данном плагине делается мимитирование мягко и хорошо тоже непрозрачность я добавлю ну и последний наш шаг добавляю резкость то же закроем черной маской слой с резкостью и проявим резкость на переднем плане на моделях на дереве и на ближайших кустиках и травинках ну друзья обработка наша закончена посмотрим до после спустя некоторое время когда я посмотрел на фотографию я посчитала нужным сбавить действие фильтра со светами вы делаете как посчитаете нужным и не стесняемся задавать вопросы ставить плюсики поднимать пальчики вверх всего доброго до новых встреч до новых Продолжение следует...